Я люблю Все очнется в памяти невольно Отзовется в сердце и крови Станет как-то радостно и больно Будто кто-то шепчет о любви Русь моя, люблю твои березы С первых лет я с ними жил и рос Потому и напидают слезы На глаза отбывшие от слез Только чаще побеждает проза Словно дует ветер хмурых дней Ведь шумит такая же береза На твоей милой матери моей На войне отца убила пуля А у нас в деревне у оград С ветром я ждем, шумел как гулей Вот такой же желтый листопад Русь моя, люблю твои березы С первых лет я с ними жил и рос Потому и напидают слезы На глаза отбывшие от слез Здравствуйте, дорогие друзья Вы только что прослушали Замечательную песню березы На стихи гениального поэта 20 века Уроженца Архангельской земли Николая Рубцова Песня прозвучала в исполнении хора Серебряные росы Архангельского городского культурного центра Руководитель Александра Ершова Повод собраться в библиотеке Сегодня очень значительный Состоится презентация уникального издания Вот на столе мы видим это издание Эту замечательную книгу Которая была выпущена В рамках проекта Деревня непогашенных огней На средство гранта президента Российской Федерации И при поддержке Муниципального Тотемского района Книжка называется Николай Рубцов На Тотемской земле Тема Родины Самая любимая В стихотворениях Николая Рубцова Давай земля Немного отдохнем От важных дел От шумных путешествий Трава звенит Волна лениво плещет Зенит пылает солнечным огнем Там за морями Там за морями полными задора Земля моя Я был нетерпелив И после дива нашего простора Я повидал немало разных див Но все равно Как самый лучший жребий Я твой покой Любил издалека И счастлив тем Что в чистом этом небе Идут, идут Как мысли облака И я клянусь Любою клятвой мира Что буду славить Эти небеса Когда моя медлительная лира Легко свои поднимет паруса Вокруг любви моей Непобедимой К моим лугам Где травы я косил Вся жизнь моя Вращается незримо Как ты, земля Вокруг своей оси А сейчас мы с вами посмотрим Фрагмент видеозаписи Презентации этой книги В Санкт-Петербурге В библиотеке Имени Николая Михайловича Рубцова Книгу представляют авторы Которых я уже назвала Это Галина Марцюкова И автор Директор Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов Галина Алексеевна Конечно, понятно, что и двигала За те годы, что она работает В музее Рубцова был создан Большой архив Материалов, документов Свидетельств Людей, которые помнили Николая Рубцова Работает, не работает И, конечно, часть этих материалов Она уже была На устаревших носителях информации Это аудиокассеты Это то, что сейчас уже практически Никто не использует Дело это желание было Вот этот труд, который Галина Алексеевна совершала На протяжении десятилетий Сохранить, опубликовать Чтобы это все не оставалось На этих вот пленках и так далее У меня была немножко другая мотивация На самом деле Я, конечно, могу сказать про себя Что я вырос со стихами Рубцова Буквально, что называется Артистом контакте и соседстве Потому что моя бабушка Маргарита Анашананин Она как раз основала Первый музей Николая Рубцова В средней школе номер один Города Толькме И поэтому вокруг меня Постоянно в детстве Были сопровождались стихи Рубцова Кто-то учился читать Пытались стекли Михалкова А я учился читать про Рубцову И, конечно, понимаете Толькме от 2000-х годы Никаких там у нас книжных магазинов не было И поминя Читать мне хотелось Какими-то новинками заниматься хотелось Но купить их было негде А тут приезжают представители Рубцовского сообщества Бабушки С какими-то книгами постоянно С автографами И предлагают Как раз эти книги Ознакомиться с ними Ну что делать Я читаю их Потому что больше нечего читать И поэтому В какой-то определенный момент Я, конечно, весьма неплохо Прокружился в биографии Николая Рубцова И очень было как-то жалко Немножко так как-то досадно Вот досадно Это то самое слово Что нет никакой книги Описано бы Собственно Отношение Рубцова Какое отношение Он имел к нашему краю В Тотмих, Николе Вот именно В нашей Тотминской земле Есть труды Рубцов на Ветлуке Например Замечательный труд Спропулезный Рубцов на Ветлуке Провел 7 дней Вот эти 7 дней Описаны буквально по часам Что он делал Куда пошел С кем пошел Как пошел Каким маршрутом он двигался Семь дней на Ветлуке А у нас Николая Сколько он времени провел Авто в течение 2 года В Николе вообще-то Десятилетие Практически Если все вместе посчитают И никто ничего еще не написал По этому слову Это мы знаем Обладаем таким уникальным знанием Что все лучшие стихи Николая Рубцова Золотой фонд его поэзии Лучшая буквальная линия Рубцова Все это написано Вселенная Никольская И под впечатлением От его возвращения Вселенная Никольская После долгих лет с Китами Но это мы знаем Кто-то кого не знает Если мы сейчас не напишем Это все попросту уйдет куда-то Просто не знает куда Просто это будет малоизвестно И биография Рубцова есть И никто на этом не заздряет внимания На самом деле Вот И поэтому Собственно У меня была такая мотивация Это сделать И Конечно Немаловажным фактором Послужило то Что Я работаю Директором Патрунского музейного объединения И хотя директора Общих книг На самом деле не пишут Чаще всего Да У нас очень скучно работало Много Документальная работа Вбивание денег Отовсюду Поэтому Конечно Как и Галина Александровна Создавала книгу В пандемии на кухне Я создавал книгу Дома по ночам Вот так и работали Примерно в таком пандемии Что мне хотелось бы сказать О скульптуре книги Галина Александровна мне поможет И сопроводить Чтобы я не листал книгу Она покажет Книга состоит из трех разделов Первый раздел Собственно Это как раз большой Диографический очерк Связанный с жизнью Николая Рубцова Это биография Практически Рубцова Но с некоторым исключением Очень подробно Мы описываем Эпизоды Которые связаны С пребыванием Рубцова В тьме Николе Все остальное Отдает короткость Какой Чтобы читатель Понимал Где вот время Рубцова Но без подробностей А когда речь идет о том Как он снова Приезжает к нам Мы уже существенно Скажем так Да Можно посмотреть Как раз Разгрываем Какие-то определенные детали Публикуем Множество Активных фотографий Свидетельств Фотографий земляков И конечно Вместе с Разворотами На которых присутствуют Рубцовские стихи Притом Мне кажется Что-то было Чрезвычайно важно Чтобы фотографии Соседствовали С какими-то стихами Которые соответствуют По настроению фотографии И в этом плане Конечно Хочется очень поблагодарить Организацию Бирюзовой дома И Николана Кошелева Здесь присутствует Фотографии Ее супруга Андрея Ростича Кошелева Стали украшением Данной книги И вот Такой вот раздел Был создан Отдельно Фактически Книга В книге Мы внедряли Текст Наш текст Воспоминания Людей Которые У нас Собственно Остались Организацию Нашего музея Николая Николая Николаевича Рубцова И чтобы Отличался Текст Воспоминания От остального Текста Мы его дали На оранжевой Подложке И С такими Листиками Которые По всему Тексту Разбросаны Это довольно-то Красивый Элемент Оформление Это и листики Это и какие-то Леточки Напоминают С одной стороны Как фотоальбом Или старую книгу Которую Незасушенные Листы Вкладывали С другой стороны Напоминают О том Что любимое время Николая Рубцова Это осень И фестиваль Рубцовская осень Мы все Конечно же Хорошо помним Любим Посещаем Это что касается Воспоминаний Чтобы они Отличались От остального Текста Соответственно Вот этот Большой раздел Потом Писываться Тольфм Как раз Можно Видеть Время церковных берез Вот они Березы На церках Вот Все Ничто В общем-то Не упущено В этом плане Вот Подлинные предметы Вот опять же Развороты Со стихами Николая Рубцова И с местами Как раз Этим связаны Это большой Первый раздел Он занимает Три четверти книги Практически Вот И Здесь Вот и прощальная песня И что вспомню я Множество Разнообразных Разделов И вот второй раздел Это раздел Память Рубцове Он посвящен Следующему Периоду 51 Один год Когда Рубцова Уже с нами нет Но что делалось В Тоттме И в Тоттмском районе Для увеличивания Его памяти Очень большой Очерк получился Про школьный музей Николая Рубцова В Тоттме Про него еще никто Никто никогда не писал Пришлось мне конечно Бабушку потрясти Чтобы это все Было Вытащено на свет Позже Публиковано Ряд материалов Ценных здесь есть История появления Памятника Николая Рубцову В Тоттме История других Мемориальных мест Тоттмских Мемориального музея Николая Рубцова Тоже уже стала Историей создания Того музея Как он создавался В 90-е годы Это же не простой Процесс был В 90-е годы Вообще создавать музей И было Весьма сложной задачей Потом Описана Мемориальная коллекция Рубцова В наших фондах Вот она Кстати Дальше Отличные предметы Здесь представлены Все эти наши Шляп Шляпа Шар Гармон Шкаф И прочие Радости жизни Автографы Вот пожалуйста Николая Рубцова Все сканировано Все приведено Здесь Вот И Соответственно Третий раздел Книжки Это Токинские адреса Николая Рубцова Это просто Страночный материал Вот Здесь буквально Вот таким списочком Даны дома Которые связаны С почестом Которые карты Действительно Он посещал Ходил Вот В Токме В Николе И в Другие места Района И по сессловию Мы сделали попытку Проанализировать Собственно А какие Стихи Рубцова Можно Непосредственно Счесть Написанными В Николе Либо написанными О Николе Вот Прияснилось Что Практически Половину Вопрошинского Наследия Можно отнести Именно К тем Которые связаны В Третийском районе Так что Вот такая Книга получилась Материалы На самом деле Очень любопытные Есть Которые Впервые У нас Публикуются В частности Ведомость Оценок Николая Рубцова В Третийском Техническом Техникуме Отличникам Нету Но и Твоечникам В общем Тоже Только Одна Тройка В математике Вот Есть Например Замечательные Копии Приказов Как Учащийся Второго Курса Строительного Отделения Рубцов Копкина Багровка Или по Низу Школьное Керниг Морского Здания Рубцов Багров Уже Сейчас Классники Фактически Рубцов Всемирный Багров Вологодский Но тем не менее Все равно Убажаемые люди Вообще Интересно Есть разделы Интересные Есть Светельства Интересные Есть факты О которых Можно говорить Вот Поэтому Мы надеемся Что Книга Найдет Своего читателя Будет Привлекательной Будет Интересной И Безусловно Займет свое место На фолках Существе Я вновь Приглашаю На импровизированную Сцену Хор Серебряные Росы С почетным Званием Народный Коллектив И сейчас Прозвучит Песня Как раз Стихи На эту Песню Были Созданы Николаем Рубцовым На Тотемской Земле Субтитры 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 Журавли. Леж баллонный стволок Красовался посток огневикий. Вот наступит октябрь И покажутся вдруг журавли. И разбудят меня, позовут журавлиные крики Над моим чердаком, над болотом забытым вдали. И разбудят меня, позовут журавлиные крики Над моим чердаком, над болотом забытым вдали. Широко на Руси предназначены срок уведания, Возвещают они, как сказания древних страниц. Все, что есть на душе, до конца выражает рыдание, И высокий полет этих горных прославленных птиц. Широко на Руси мажут птицам согласные руки, И забыток болот, и утраты завязчих полей. Это выразит все, как сказания небесные звуки, Широко разгласит улетающих ларь шуравлей. Вот летят, вот летят, отворите скорее ворота, Выходите скорее, чтоб взглянуть на высоких своих. Вот замолкли и вновь, стиротеет душа и природа, От того, что молчит, так никто уж не выразит пих. От замолкли и вновь, стиротеет душа и природа, От того, что молчит, так никто уж не выразит пих. В общей сложности Николай Рубцов провел на Тотимской земле В селе Никольском в Тотиме около десяти лет. Он часто писал письма своим друзьям и по поэтическому цеху, И тех, кто он глубоко уважал и знал. Вот он пишет письмо Александру Яшину, Известному советскому поэту и его большому другу. «Добрый день, Александр Яковлевич! Письмо будет коротким, Просто хочу послать вам привет И, как говорится, весточку. Пишу все из того же села Никольского, Откуда писал вам предыдущее письмо. Не выезжаю в Москву в институт, Потому что перехожу на заочное отделение, А еще потому нахожусь именно здесь, Что здесь мне легче дышится, Легче пишется, Легче ходится по земле. Много раз ходил на болото. Километров за шесть отсюда Есть огромные, На десятки километров во все стороны Унылые, но ягодные болота. Собирал клюкву. Ходил туда до тех пор, Пока не увидел змею, Которая на меня ужасно прошипела. Я понял это как предупреждение, Мол, довольна, И больше за клюквой не пойду. Да и птицы в последний раз на болоте Кружились надо мной, Какие-то зловещие. Большие кружились, Очень низко, Над моей одинокой головой, И что-то кричали. Удивительно хорошо в деревне, В любую погоду. Самая ненастная погода Никогда не портит мне настроение. Наоборот, Она мне особенно нравится. Я слушаю ее, Как могучую, печальную музыку. Конечно, не любая сельская местность Может быть по душе. Посылаю вам почитать Кое-что из последних своих стихов. Хотелось бы каким-то образом Узнать о них ваше мнение. С искренней любовью и приветом Николай Рубцов Село Никольское Дождь Послушайте стихи В исполнении учащихся Средней школы номер 95 Полины Максимовой Екатерины Гофиенковой И Марка Чистякова Николай Рубцов У сгнившей лесной избушки У сгнившей лесной избушки Меж белых стволов бродя Люблю собирать волнушки На склоне осеннего дня. Летят журавли высоко Под куполом светлых небес И лодка шурша осокой Плывет по каналу в лес И холодно так И чисто И светлый канал войлнист Из дерева с легким свистом Слетает прохладный лист И словно душа простая Проносится в мир чудес Как птиц одиноких стаи Под куполом светлых небес Над вокзалом ранних звезд мерцания В сердце чувств невысказанных рой До свидания, Север До свидания Край снегов и славы боевой До свидания Шторма Бои скрежет И ночные вахты моряков Возле каменистых побережьей С путеводным светом маяков Еду Еду в отпуск В Подмосковье И в родном селении опять Скоро переполненный любовью Обниму Зволнованную мать В каждом доме С радостью встречая Вновь соседи будут за столом Угощать меня домашним чаем И большим семейным пирогом И с законной гордостью во взоре Вспомнив свадки с морем штормовым О друзьях, оставшихся в дозоре Расскажу я близким и родным Что в краю Сижу и ем бруснику Бруснику Спелую бруснику Пугаю ящериц на пне Потом валяюсь на спине Внимая жалобному крику Болотной птицы Надо мной Между березой и сосной В своей печали бесконечной Плывут, как мысли, облака Внизу волнуется река Как чувство радости беспечной Я так люблю осенний лес Над ним сияние небес Что я хотел бы превратиться Или в багряный тихий лист Или в дождевой веселый свист Но превратившись В возродиться И возвратиться в отчий дом Чтобы однажды в доме том Перед дорогою широкой Сказать Я был в лесу Листом Сказать Я был в лесу дождем Поверься мне Я чист душою Замечательные стихи И о деревне О северной нашей природе И также Марк Чистяков Нам напомнил Что Николай Рубцов Был призван Моряком военно-морского флота Служить А вот О его более раннем Этапе биографии Пишет Владимир Лупачев В книге Юность моя Тралфлот Летом В июле 1952 года Рубцов приезжает в Архангельск С целью поступить Учиться В Архангельскую Рыбопромысловую Мореходную школу В те годы Ее еще называли Школой Юнгфлота Рыбной промышленности СССР Учебный корпус Находился в рыбацком поселке Фактория Война на все наложила Свой отпечаток Нелегкое было время Для всей страны А для детей Сирот тем более А тут как-никак Крыша над головой Койка в кубрике Кадетского корпуса Общежития Питание в столовой Обмундирование Полное государственное обеспечение Готовили в мореходной школе Судоводителей Штурманов Малого плавания И механиков Портовиков Третьего разряда Для судов Промыслового флота Срок обучения Три года Поступить В Архангельскую Рыбопромысловую школу Рубцов не смог По одной версии Был большой конкурс Но вряд ли это Явилось причиной Все же за плечами Коли Кроме семи классов Он окончил школу На четыре и пять Было два курса Лесотехнического техникума В Тотме По знаниям Несмотря на свою Неказистую внешность Он был на голову Выше своих сверстников Поступавших с ним В одном потоке По возрасту Тоже старше многих Поступавших После семилетки По второй версии Николая сразу брали На второй курс Мореходной Рыбопромышленной школы Но произошел бытовой конфликт С комендантом школы Рубцов назвал его Плюшкиным Тот доложил руководству Об этом случае В приказе О зачислении В состав курсантов Мореходной школы Строптивого Абитуриента Николая Рубцова Не оказалось Несмотря на неудачное Поступление В рыбопромышленную школу Рубцов решил Осуществить Свою мечту Стать моряком Поработать на судах Чтобы заработать На дальнейшую жизнь И Николай Рубцов Пришел в отдел кадров Архангельского Тралового флота Но его Маленького Щупренького паренька Никак не хотели брать Оно и понятно Работа в море Не летняя прогулка На катере По северной двине Это работа Тяжелый физический труд В штормовых условиях Северных морей Качки Обледенения В ограниченном пространстве И нужно еще вкалывать Да еще как вкалывать Не все здоровые мужики Выдерживали это Но молодой парнишка Николай Рубцов Верил в свою судьбу В законы морского братства В простые и понятные Морякам истины И своей настойчивостью Он покорил Старого кадровика Каркавцева Который Пожалел сироту И оформил его на работу И 12 сентября 1952 года Рубцов был принят В Архангельский Траловый флот Помощником Качегара По флотски Огольщиком И был направлен На рыболовецкий Траулер 20 Архангельск И поэтому Мы знаем Многие его стихотворения Напоминающие нам О море И вот одно из этих Стихотворений Очень энергичное И замечательное В жарком тумане дня Сонный Сонный Встряхнем Фьорд Эй, капитан Меня Первым Прими На борт Плыть 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 Мимо Могильных Плит Мимо Церковных Рам Мимо Семейных Драм Скучные Мысли Прочь Думать И думать Лень Звезды На небе Ночь Солнце На небе День Плыть 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 Мимо Родной Веклы Мимо Зовущих Нас Милых Сиротских Глаз Плыть 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 Одна из самых популярных песен Николая Рубцова Это та, которую сочинил поэт и музыкант Александр Барыкин Слушаем эту удивительную песню Я буду долго гнать велосипед В глухих лугах его остановлю Нарву цветок и подарю букет Той девушке, которую люблю Нарву цветок и подарю букет Той девушке, которую люблю Я не скажу О наших встречах позабыла ты И потому На память обо мне Возьми вот эти скромные цветы И потому На память обо мне Возьми вот эти скромные цветы Она возьмет Она возьмет и снова поздний час Когда туман Сгущается и грусть Она пройдет Не поднимая глаз Не улыбнется даже Ну и пусть Я буду долго гнать велосипед В глухих лугах его остановлю Я лишь хочу, чтобы взяла букет Та девушка, которую люблю Я лишь хочу, чтобы взяла букет Та девушка, которую люблю До конца До тихого креста Пусть душа останется чиста Перед этой желтой, захолустной Старной березовой моей Перед жнивой, пасмурной, грустной В дни осенних горестных дождей Перед этим строгим сельсоветом Перед этим стадом у моста Перед всем старинным белым светом Я клянусь, душа моя чиста Пусть она останется чиста До конца До смертного креста Федор Абрамов писал Бог явил нам радость и чистоту В виде стихов Рубцова Такой чистоты Такой одухотворенности Такого молитвенного отношения к миру У кого еще искать? Это воистину так Стихи Николая Рубцова Очень любимы сегодня русским народом Он один из самых издаваемых Современных поэтов и писателей И его песни, и его стихи Дороги очень нам И вот мы завершаем презентацию Удивительной книги Необыкновенной Очень эксклюзивной Книги, которая писалась Более тридцати лет Для которой собирался материал Более тридцати лет Которая даже весит Два с половиной килограмма Потому что ее наполняют 504 страницы С прекрасными фотографиями Иллюстрациями, документами И вот вам, дорогие жители Округа Майская горка Необыкновенно повезло Что в вашем округе Есть библиотека Имени Николая Михайловича Рубцова Что с этой библиотекой Дружат такие удивительные люди И дарят вам Необыкновенные книги А завершаем презентацию Книги Николая Рубцова На Тотинской земле Мы еще двумя песнями Самыми популярными Самой популярной песней Я думаю, все согласятся Будет песня В горнице Которая была написана В селе Никольском В этом доме В котором он жил вместе Со своей гражданской женой Генритой Меньшиковой И со своей дочкой Леной И вот написал Эти удивительные стихи В горнице А завершит нашу программу Еще одна Необыкновенно душевная Песня Чудный месяц Горнице моей светло Это от ночной звезды Матушка возьмет Ведро Молча принесет воды Матушка возьмет Красные цветы мои В садике завели все Лодка на речной Лодка на речной Скоро догниет совсем Лодка на речной Вели Скоро догниет совсем Лодка на речной Дремлет на стене Моей И в игру Живная Завтра у меня Во дне Будет кропотливый день Завтра у меня А под ней Будет кропотливый день Буду поливать цветы Думать о своей судьбе Буду до ночной Звезды Лодку мастери себе Буду до ночной Звезды Лодку мастери себе Матушка возьмет Молча принесет воды Матушка возьмет Ред ведро Молча принесет воды АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok И на родине полной покоя широко разгорается свет Этот месяц горит, этот месяц горит не случайно Над ремонтной своей высоте Есть какая-то жгучая тайна В этой русской ночной красоте Есть какая-то жгучая тайна В этой русской ночной красоте Словно слышится пение хора Словно скачут на тройках гонцы И в души затремавшего вора Все звенят и звенят гонцы Этот месяц горит, этот месяц горит не случайно Над ремонтной своей высоте Есть какая-то жгучая тайна В этой русской ночной красоте Есть какая-то жгучая тайна В этой русской ночной красоте В этой русской ночной красоте В этой русской ночной красоте Чудесные книги Вот мне еще хотелось бы показать ее Чтобы не видел Чудесная очень книга Нам очень она понравилась И мы хотели поделиться с вами Чтобы вы знали, что у нас есть такая книга в библиотеке Она будет находиться в нашей Рубцовской комнате Выставочная экспозиция у нас на первом этаже И вот можете подходить, смотреть и читать эту чудесную книгу И, конечно, большое спасибо нашим друзьям И стойте мы, что они нам подарили эту книгу Пожалуйста, приходите в библиотеку к нам и читайте Спасибо большое